Здарова! Сегодня я обучу вас очень классному эффектному флоришу с картами. Я в описании скину ссылку на демонстрацию данного эффекта. Ну а сейчас давайте обучимся. Итак, смотрим. Я возьму вот такую вот колоду карт. Это колода Sentinels. Я в описании скину ссылку, где ее можно найти. Ну а мы берем колоду и приступим. Значит, вам необходимо взять следующий хват. У вас получается указательный палец, средний палец и большой палец. И вы будто бы сейчас будете делать обычный свинг-кат. Далее. Вы берете, отлистываете приблизительно 5-10 карт. И вот таким вот образом берете указательный палец с левой руки и перекручиваете эту стопочку. Теперь смотрите. Вы берете приблизительно 5 карт. Здесь очень много не надо, потому что будет неудобно держать. Вы дальше увидите где. И теперь вы берете средний палец, уводите в сторону и вот так вот вниз прокручиваете немножко все карты. И берете средним и большим пальцем левой руки. Теперь смотрите. Эту стопочку вы вытаскиваете. И ваша задача сейчас взять ее в 3 пальца. Безымянный, средний и мизинец. Это у нас правая рука. И вы вот таким вот образом хватаете данную стопочку карт. Теперь смотрите, какой у вас хват. У вас получается здесь безымянный, там где рубашка. Ну а средний и мизинец, там где лицо. И таким вот образом у вас уже выходит вот здесь вот, вот так вот карты. Теперь смотрите. Вы это все опускаете вниз и теперь берете, делаете то же самое, но только левой рукой. То есть вы берете вот средним и мизинцем выслистываете карту и безымянным поддеваете. То есть у вас сейчас должно быть вот такое положение, будто бы у вас такие как клешни в руках. Либо одна большая клешня. Вы получите вот здесь вот одна карта, здесь стопочка карт, здесь у вас находится тоже стопочка карт между указательным и большим пальцем. Ну а здесь у нас тоже большой палец и указательный. Хорошо, давайте повторим это все. Оп, оп, оп. Погнали. Значит так, берем. И вот так, поехали. Стопочка. Раз. Отлистываем. Берем раз. Перехватываем. Сразу же хватаем тремя пальцами. Теперь мы берем еще три пальца и вот так вот схватили. Вот это вот у нас сейчас была первая стадия, о которой я хочу вам сказать. Это, то есть я делю этот флор лишь на две стадии. Первая стадия это до раскрытия, вторая стадия это после раскрытия. Вот мы сейчас дошли до раскрытия. Что за раскрытие? Значит вы берете вот эту вот стопочку среднюю и вот так вот упираете пальцем. Теперь перехватываете вот так вот руки. Получается у вас, вы их должны как бы поменять местами. То есть правая у вас должна зайти за левую, а левая за правую. И теперь вы берете указательный палец левой руки и вот таким вот образом открываете, открываете свои руки. Только это нужно сделать полностью. У меня сейчас здесь не влазит оно все в кадр. Раскрыли, сложили и вот таким вот образом вы опять возвращаетесь в это же положение, но только вот эта стопочка у вас не вот так вот стоит, а лежит в руке. Итак, давайте еще разочек. Поехали. Отлистываем. Раз, два, три. Берем сюда тремя пальцами. Четыре. Теперь вы берете здесь одну карту, левую руку. У нас получился крабик. И теперь перехватили большим пальцем. Слистываем. И открываем теперь полностью. Раз. И открыли. На больших пальцах. Теперь вот так вы все складываете, большим пальцем придавливаете и помещаете это все в руку. Здесь же у вас получается стопочка и здесь стопочка. И теперь вы делаете вот такие вот красивые перекиды, перекруты. То есть вы берете запястье, вот так вместе соединяете и перекручиваете карты. Раз, два, три, четыре. Но это в оригинале было видно. То есть как бы быстро здесь не нужно. Я видел исполнение данного флориша, где показывали, ну вот так вот быстро. Смысла я там не видел. Мне больше нравится, когда медленно вот так вот руки крутятся, карты крутятся. Это намного эффектнее. И теперь смотрите, как у вас происходит собирание данного крабика. Вот смотрите. Вы перекрутили раз, два и потом у вас идет собирание. Как это? Первым делом вы вот так вот, когда руки сделали, кладете первую карту в левой руке. Далее. Вы вот таким вот образом перекручиваете и теперь вот это вот все кладете вот сюда. И забираете. Но здесь у вас вот это вот с правой руки, с трех пальцев, кладете сверху. Кладете сверху и теперь у вас идет перекид. Это самая, наверное, тяжелая часть данного флориша. То есть вы должны сейчас таким образом подкинуть карты, чтобы они разворачивались и в итоге упали у вас строго на колоду. Честно говоря, здесь как бы и обучать нечему. Это нужно, чтобы каждый понял, с какими усилиями ему нужно бросить карты, чтобы как они должны лететь. Ну вот смотрите. Немножко вы подбрасываете их и немножко так вот запястьем делаете рывок, чтобы они начали вращаться. Переворачиваете колоду и эти карты должны упасть строго на колоду. То есть вот это вот у нас идет полностью весь флориш. От начала до конца. Ну и сейчас, понятное дело, еще последнее контрольное объяснение. Погнали. Отлистываем. Перекручиваем на пальцы. Берем маленькую-маленькую стопочку. И ее берем теперь в правую руку. И теперь поехали здесь одну карту. Так. И теперь, оп, перехватили большим пальцем. Указательным слистываем. Раскрыли. Сильно-сильно-сильно. Придерживаем большим пальцем. Кладем это все в руку. Запястье сложили. Прокрутили раз-два. Сложили первую стопочку. Вторую стопочку. И теперь вот так. Хоп. И теперь подбросили. И словили. Вот так вот. Все. Всем спасибо за внимание. Вот такой был флориш. Карди-3 супер круто выглядит. Всем спасибо за внимание еще раз. Значит, ставьте лайки. И если вы хотите еще флориши, то давайте так. Если это видео набирает тысячу лайков, то выходит следующий флориш, следующая карди-3. Подписывайтесь. Пока.